Сейчас еще одна песня из далекого 20 века, из нашего постпанковского прошлого. Песню мы никогда не исполнили на концерте. Один раз исполнили в студию, и то сами не пели, а дали исполнить ее Льву Валерьяновичу Лещенко. Знаете, такой певец? Это был 90-й год, когда совок должен быть сдохнут навсегда. И в стихотворении Бродского в пятой годовщине, оно было такой взгляд на эссе, на такое зловещую сказочную комонию. 25 куплетов после пятилетней эмиграции. Мы сделали такую постпанковскую музыку. Конечно же, спеть я Бродского не смог, потому как исполнить это должен был в тот момент, конечно, голос эпохи. Мы обратились к Альву Валерьяновичу Лещенко, и он под нашу гитарную Старочилову это все исполнил. И, в общем, стал таким модным персонажем опять, где-то в 91-92 год, смесь Джек Николсона и Тома Джонса. Ну, с Альвом Валерьяновичем мы исполнили эту песню один раз в МДМе. «Ногу свело», «Мегаполис», «Лещенко», его привезли с мигалками из Волгограда. В общем, веселое у нас было, конечно, детство. Но семья... Сколько у нас в Роском, извините, в этом году? Юбилей 75, да? И мы делали музыку для фильма «Дети Иосифов», который, может быть, когда-нибудь и появится в сети. Вот он был представлен сейчас в Владивостоке на кинофестивале. Таня Гордеева, группа «Дети Иосифов». Ну, и мы решили, что все-таки нужно нам исполнить эту песню. Ну, как можем, так и исполним, которую мы не исполняли с той далекой поры. Такого... Интересно, сколько бы... Городский написал еще четыре стиши сейчас, кроме тех двадцати пяти. На эту тему. Подучая звезда, тем паче отстроен, на резкость без труда настроит. Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит. Там хмурые леса стоят в своей планине. Уйдя из точки А, там поезд на планине Встрелиться в точку Б, в которой нет в победе. Там сумерка в края, в речи, в висках бимольхи. Пиджак вися в шкафу, там поедали молью. Оцепеливший дуб, кивай, только бомо пули. Там в воздухе висят обрывки старых парень. В шеицу перешла, покинув гену, гербанью. В лесах полна кунец и прочих ценных дворей. Там. 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 Там слышен крик соль, ей отвечает фи. Овации листвы. Унять там вождь бессилен. Простой мысль Буви пугает вид без вид. Там, глуша на дворе, как площадь двух амельек. Там. Одиночка мать вывозит точку в скверик. Неугомонный тех, там ищет третий берег Других пример там нет Загадок, тайм, дикоин Пейзаж, мешок, премьер Их горизонт героя Там ищет третий цвет Цвет времени и брег Там 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 ищет третий цвет 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Закончено где-то, и что-то ждет впереди, не верю, и не жди. Минуты, встали часа, часы превращаются в ней, в моем уме одни. Минуты, не дожидая, и нет судьбы у нее. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Субтитры подогнал «Симон» 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 Невеста. Москва невестой не была с 1147 года, и, собственно, вот такой был бы фильм. Все пропало лет, но сколько будет этих лет? Лет без ответа, и нужен ли ответ, нужно ли казаться, или просто быть, к берегу прижаться, или дальше плыть, улыбаться и петь, как в каком-то кино. Обнимал, не смел, и все сна давно. Может быть, ранним летом или поздней весной, но когда-то и где-то это будет другой. Может быть, ранним летом или поздней весной, но когда-то и где-то это будет другой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok